Итак, ребятушки, Зисам, который славится своим интересным аналитическим подходом, снял видос, который называется «Коронавирус в РФ с точки зрения статистического анализа». Я думаю, что мне просто вот необходимо мой, так сказать, долг — это бахнуть на него Реакчанского, а ваш ответный долг — это поставить мне лайк, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на мой канал. И спасибо всем, кто это делает. Еще больше я хочу, конечно же, сказать спасибо тем, кто заходит на мои стримы, потому что просто тупо даже ваше присутствие на моих стримах. Это чудесно, прекрасно. Я это, ну, прям вот просто очень радуюсь, когда вы это делаете. Это действительно помогает моей деятельности, и, то есть, благодаря этому в конечном итоге выходят видосы, которые кто-то смотрит только в записи. И, наконец, самое огромное спасибо, кто на самом деле, так сказать, на ком все держится, ради чего все делается, ради чего и видосы, и стримы, и все на свете. Ну, вы понимаете, что это, конечно же, дорогие донатеры. Вот такая вот долгая в этот раз тирада у меня в честь всего этого. Давайте посмотрим видосы. Сегодня почти все СМИ пестрят заголовками о коронавирусе. И я не стану исключением. Я подошел к проблеме коронавируса в Российской Федерации с точки зрения статистического анализа. Я провел небольшое исследование и готов поделиться с тобой его результатами. Хорошо. В этом видео ты узнаешь, какое количество человек заражены на текущий момент, и о том, как ситуация выкроется. Спасибо, Анна Эдмарауцайт. Я считаю, что это правильно, что правительство принимает меры для ужесточения карантина и самоизоляции граждан. Это, конечно, не решение проблемы. Но все-таки это может помочь остановить эту ужасную пандемию гомосексуализма на музыкальном ютубе. Я специально прям стал недочитывать Nightmare Outside, потому что... Ну, чтобы панч себе не портить. В общем, спасибо большое за донат. Вот. Согласен. Хорошо, что наконец-то эта пандемия гомосексуализма на гетерном ютубе музыкальном остановится. И хусь горы просто никто. Тоже спасибо за донат огромнейшее. Окей. Да, в общем, да, большое спасибо. Я это гляну, что бы там ни было. Вот. И, может, даже бахну запись. Спасибо большое, пре-большое. Лайк поставлю, реакции не ждать и завтра донат не кидать. А реакции на что? Я что-то не сделал или что? Я забыл. То есть к чему это? Такс. Короче, я пожилой человек. А, ну, короче... Ты насчет того, что не проходит. А, я все, я не прочитал, просто... Просто через мобилу. Можешь послушать? Завтра вне стрима скину донат 50 рублей. Ну, давай после ЗИСАМа, наверное. Вот. После ЗИСАМа, может быть... Поскольку у тебя бездонатный, но все-таки ты уже надонатил неплохо, в принципе, можно, наверное, тебе, так сказать, довериться, но давай тогда это будет по очереди в конце. Потому что все-таки это бездонатный донат получился. Как-то так. Все. Давайте дальше продолжим. Развиваться в дальнейшем. Так, еще раз. Знаешь, какое количество человек заражены на текущий момент... Бля, я забыл. ...коронавируса в Российской Федерации с точки зрения статистического анализа. Ага. Я провел небольшое исследование и готов поделиться с тобой его результатами. Из этого видео ты узнаешь, какое количество человек заражены на текущий момент и о том, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Для своего исследования я взял данные из открытых источников, конкретно с сайта coronavirusmonitor.ru. Здесь доступны данные о числе заразившихся с 2 марта 2020 года по сегодняшний день, 25 марта 2020 года. На текущий момент число заразившихся составляет 666 человек. Если построить график по этим наблюдениям, то можно увидеть, что здесь имеется... Это же металлическое, метальное, адское, сатанинское число. ...экспоненциальный рост. То есть эти данные можно описать функцией... Он поэтому и решил снять видос, видимо, как только 666 человек достигнут. ...равно E в степени X. Для того, чтобы работать с этими данными и строить какие-то прогнозы, необходимо привести их в линейный вид. То есть прологарифмировать. Что я, собственно, и сделал, и данные стали выглядеть вот так. То есть данные, в принципе, очень похожи на линейную функцию, которая описывается формулой Y равно KX плюс B. Это дает мне возможность... Я нихуя не понимаю, что он говорит, но очень интересно. ...в помощи линейной регрессии получить коэффициенты A и B и таким образом... Не, я просто не заметил в чате. Я иногда могу в чате не заметить. ...получить формулу, по которой я могу предсказывать значение. Итак... Пандемия гомосексуализма. Да, прям неплохая была бы песня. Я использовал линейную регрессию, где в качестве входной перемены X я использовал номер дня, номер наблюдения, а в качестве выходной перемены Y прологарифмированное количество заразившихся. Моя модель получила следующие параметры, следующие результаты. Во-первых, R квадрат получился равен 99%. Это значит, что 99% наблюдений подпадают под ту функцию, которая у меня получилась. Это значит, что модель описывает подавляющее большинство наблюдений. Далее. P-значение получилось меньше, чем 0,001%. Это значит, что модель значима на очень низком уровне. То есть точность модели достаточно высокая. Что касается коэффициентов линейной функции. Значит, коэффициент при X получился приблизительно равен 0,21, а свободный член 1,35. Ха-ха-ха! Свободный член! Знаете, у кого свободный член? Ха-ха-ха-ха! Вот, ну и здесь должна быть шутка либо про Леоса, либо про Найтмара, но у них не свободный член. Таким образом, функция... У них занятой член! ...которая описывает логарифм от числа заразившихся, имеет вид Y равно 0,21X плюс 1,35. Имея данное уравнение, я могу посчитать... Член! ...прогнозируемое число заразившихся. Что я и сделал. Далее, в зависимости от номера наблюдения, я могу построить прогноз. При помощи полученного уравнения, я могу получить логарифм от числа заразившихся, прогнозируемый. А если я подставлю это значение в функцию экспоненты, Y равно E в степени X, то получу прогнозируемое значение заразившихся. То есть, например, меня интересует 24-й день. При помощи моего уравнения, я получаю, что логарифм от числа заразившихся получается 6,45. И если я подставляю это значение в функцию экспоненты, то получаю 633 заразившихся, что является довольно близким значением к настоящему фактическому значению 666. Аналогичным образом, получив логарифмы заразившихся для последующих дней и преобразовав их в количество заразившихся, я получаю прогнозные значения. Таким образом, имея номер наблюдения и подставляя его в уравнение линейной функции, а затем подставляя полученное значение в уравнение экспоненциальной функции, я получаю количество заразившихся на конкретную дату и могу прогнозировать то, какое число заразившихся будет на тот или иной момент времени. Таким образом, число заразившихся на завтра будет составлять 784 человек, на послезавтра 969 человек, а на следующий день приблизительно 1200. Если мы возьмем во внимание... Так, и сколько сейчас уже? Сколько сейчас? Уже у нас 27-е наступило. Сейчас заразившихся в России. Сводка. Так. Выросла на 163. Сколько стало в итоге? Блин. Заткнись. Заткнись. Блядь. Ну, а, короче, ребят, кто знает, где актуальные данные посмотреть? Ладно, в общем-то... В плане тот факт, что симптомы коронавируса начинают проявляться от 2 дней до 2 недель с момента заражения, а среднее число составляет 5 дней, то если мы возьмем значение заразившихся через 5 дней, то есть сегодняшний день является 24-м. А мы берем 29-й день, то значение 29-го дня составляет 1834 человека. Таким образом, на текущий день мы на самом деле имеем не 666 человек, а приблизительно 1800. Просто у большей части людей еще не проявились симптомы. Если мы перейдем на 2 недели вперед, то есть это будет 38-й день наблюдения, то здесь мы имеем уже дело с 12... Сказать можно ту тему, что я кинул на запись. Да, бах, ну спасибо большое за донат. Хуй с горы в скобочках, просто никто. Говно вопрос, спасибо. ...15500 заразившихся. Таким образом, число заразившихся на текущий день может составлять от 1800 до 12500 человек. Но стоит отметить, что этот прогноз основывается на официальных данных. То есть это люди, которые прошли обследование, и у которых был подтвержден факт наличия коронавируса. Иными словами, мы можем иметь большой процент людей, которые не обследовались. То есть число потенциально больных на текущий момент может быть гораздо больше. Если процент людей, у которых проявились симптомы, и которые после этого обратились за обследованием, составляет 50%, то получается, что реальное количество больных в 2 раза больше. И тогда количество заразившихся будет уже не 12500, а целых 25. Но пойдем дальше. Если на сегодняшний день мы имеем 66 утвержденных случаев болезни, то через неделю это число будет 2800, это 1 апреля. Еще через неделю 8... С 1 апреля, ребятки! ...апреля 12500. Еще через неделю, 15 апреля, 55 тысяч. И еще через неделю, 22 апреля, 244 тысячи. Если ситуация продолжит развиваться так, как развивается. При этом эти числа соответствуют количеству людей, которые пройдут обследование. А количество фактически больных будет соответствовать числу наблюдений через 5 дней. То есть на 52-й день наблюдения мы будем иметь официально 244 тысячи больных, а на самом деле их будет 706 тысяч. Просто большая часть из них еще не будет знать о том, что они больны, поскольку симптомы на тот момент еще не проявятся. Что интересно, что при таком росте... Так... Чет, я вообще нихуя не понял. Где мне в итоге найти свободный член? Блять. Что-то я вообще проиграл. Короче, он показывает, что будет, если нихуя не делать. Если вообще нихуя не делать. Но у китайцев же не так явно. типа у них там вообще вот эта вот вся штука остановилась, то есть, соответственно, если что-то сделать, то как бы все это хуйня, если вообще нихуя не делать, то вот как бы он показывает самый худший вариант развития событий, и еще раз, это не кто умрет, а это просто кто переболеет при том, что смертоносность ну там, ну пусть даже если правда типа из официального числа, пусть там, я не знаю, будет, но причем в разных странах еще по-разному, то есть непонятно, где как-то замерили, не замерили успели, справились, не справились, там погодные условия, ну пусть будет там, блядь, 5 процентов, хуй знает, да ну, соответственно, будет просто ужасное, страшное, если 10 миллионов допустим заболеет, то погибнет 500 тысяч плохо, плохо, грустно но ну, типа, это не конец теряю нервную девственность с тобой, Маисей нам вибрит спасибо большое, теряю донерную девственность, спасибо большое будуч, за будуч, за донат весьма приятно, как говорится растлить еще одну, сбить еще одну целочку в этом плане, спасибо большое ааа, чего я умная хотел спиздануть, я забыл ну, короче, это явно не конец истории человечества и, блядь, ничего такого, просто, ну ну, будет пиздецовенько немножко, но как бы ну, не война зато, дальше что на 82-й день наблюдения зараженным окажется все население Российской Федерации это если нихуя не делать хочу также отметить, что не надо паниковать, поскольку в ряде стран да поскольку, ну и сдохнем, и сдохнем которые начали активную борьбу с коронавирусом, темпы все-таки снизились, и рост по экспоненте, какой мы видим, у нас прекратился поэтому я считаю, что необходимо со всей серьезностью относиться к проблеме коронавируса, потому что если этого не делать, то все пойдет по тому сценарию, который я описал, и рост по экспоненте продолжится, что приведет к крайне трагическим последствиям для Российской Федерации и соседствующих ну, тогда, если все, вообще все заразятся, то, по идее, если там смертность 5%, то там 7-8 миллионов погибнет странно также хочу сказать, что данное исследование основывается на статистике, и поэтому все прогнозы сугубо внутри этой статистической модели, она не учитывает внешних факторов, таких как меры со стороны государства, или каких-то черных лебедей, которые могут кардинально поменять всю ситуацию поэтому те цифры, которые я предлагаю, они лишь приблизительные, и реальная ситуация может быть как лучше, так и хуже, это будет зависеть конкретно от тебя и твоего отношения к проблеме интересно вот так, ну не, ну интересно, интересно то есть все равно вот радует, что он вот так вот математически подходит, я когда-то в классе в 6-7 тоже любил все вот эти вот такие какие-то графики, что-то там подсчитать, математикой бы заниматься, но вот, потом я понял, короче, что хочу на балалайке играть, так сказать вот, ну интересненько, интересненько в общем, как говорится, ребятки, вот там зеленая хуйня, она все это время вертелась, и собственно, как говорится, фунджу рфк, а это я как раз, и донейшн алертс рекомендует вам делать все эти вещи проветривать, вот я реально постоянно проветриваю, пить воды, пить воду надо и так вообще, даже если нет вируса, пить больше воды полезно просто потому, что кровь будет не свертываться, не паниковать, паника вообще никогда тебя точно не спасет ни от чего, только хуже будет, это однозначно следить за температурой, ну конечно следи, проверяй, следи, не паникуй, но как бы проверяй, избегай общественных мест, ну я это делаю регулярно, я главный, так сказать, спонсор избегания общественных мест, заходите лучше ко мне на стримы, вот, так, вот, и лицо еще не надо трогать, как я, вот, это нехорошо, ну все, вот такая вот хуйня, видос заканчиваем, стрим продолжаем, как говорится, не болейте, ребята, не болейте.